Всем привет, ребятишки! Я знаю, вы любите влоги, это новая влагинка для вас специально, прям вот отсюда, с Нарвы. Хорошая погода, 25 градусов на улице, тренироваться все равно надо. Поэтому идем на тренировку, сегодня вы увидите тренировку кора, пресс, поясница. Думаю, вам будет полезно, а также увидите, как мы пошмаляем по бутылкам, либо почему-то там со стволов, короче. Будет интересная влагина, может еще и не только это, еще что-то будет. Погнали! Так, друзья, новая история Special For You. Наверное, не знаю, месяц, может два назад у меня была такая тема, что я приехал к другу в Таллин, мы там сидели просто на кровати, блин, я что-то резко заржал, вот так вскочил. И у меня, значит, вот этот кубик так зажало, что это писец. Там такой спазм был, что все кубики расслаблены, один кубик выпирает очень люто. Продолжалась эта фигня, наверное, минут пять, это такая боль была, что я просто офигевал. Вот представьте, как будто у вас раздуло этот кубик, и он просто просится наружу вместе с печенью, блин. Вот, такая боль была абсолютно просто дикая. Короче, через пять минут это прошло. Я сел снова такой на эту кровать, блин, и снова что-то резко дернулся, и снова зажало. Блин, это уже минут десять было, я так мучился от боли, просто лежишь там, не знаю, что делаешь, просто массируешь, нифига не помогает. Вы представьте просто, все кубики вот эти расслаблены, а именно один кубик вот этот, он очень жестко напряженный. То есть, вот такая фигня, и, блин, у меня до сих пор бывает, что этот кубик побаливает. Я не знаю почему, такое чувство, как будто там, ну, что-то напряглось, разорвалось, не знаю, и бывает временами побаливает. Сегодня утром проснулся, и прям такая боль была в этом кубике, причем только в одном кубике. Блин, опасная штука, спазмы. Ну что, друзья, начинаем тренировку, тут, конечно, какой-то чувачок говорит, вот. Короче, это из марафона, одна из тренировок марафона. Начинаем с пресса, это у нас подъемы ног к турнику. Делаем четыре подхода на максимум, погнали. Хорошее, конечно, упражнение, но минус этого упражнения в том, что сильно руки устают. Ну, мозоли особенно, когда у вас это песец, очень сложно держаться, поэтому лучше какие-то лямки брать на руки, чтобы, как бы, хват немножко, ну, укреплялся, потому что реально очень больно становится. Второй подходик пошел. Это сложное упражнение, на самом деле, поэтому, если у вас не получается, вот, без раскачки подносить ноги к турнику, лучше не напрягайтесь, потому что, если вы будете с раскачкой делать, то это уже не то, поэтому делайте какие-то другие упражнения на пресс. Так, друзья, я не буду снимать остальные два подхода, потому что, как бы, неинтересно вам будет. Я уже вот третий сделал. Блин, руки, конечно, вот, больно рукам, потому что мозоли еще, они болят жутко. Хорошее упражнение, уже там на третий подход максимум 10 раз ноги можешь поднять, и реально жжет пресс. Делайте, пробуйте. Короче, у нас есть по шесть целей с Игорьком, и мы должны будем использовать всего лишь шесть пуль, и кто максимально, ну, как бы, попадет в цели, тот и выиграл. Кто не попадет, тот лох. Смотри, как отсюда цели выглядят, вот эти писяцы, они такие маленькие. Мне кажется, мы хрен попадем еще хоть в одну, как думаешь. Что, шесть, да? Угу. Моя справа. Да. Писяцы они там отлетают, так может и в щи прилететь, лужачки надеть. Выстрели сначала куда-нибудь, чтобы... Один, два. У тебя пистолет начнется, радуйся. Последний? Да. Последний, кажется, попал, единственный. Блин, ну, как бы, ветер еще и пульки легкие, это очень сложно попасть. Давай, смотрим твои. У тебя одно попадание вот сюда. Два. Два. Давайте тоже засчитаем. Да почему? Нет, это не засчитываем. Давай засчитаем. Два. Давай посмотрим, что у меня. Это вообще ничего. Один. Ну ладно, один. Два. Чего, как? Это не попадает. А что это? Какое это, что? Это же доминил. Это не попадает. Ну, одно. Одно. Один. Один ноль, короче. Я бы прям предлагаю считать все, что... Да нет, то, что не заходит туда в цель, не считается. У меня можно и тут считать тогда, блин, чуть-чуть. Да, засчитали. Да не, херня, братан. Сейчас мы еще пару подходиков сделаем там. И следующий этап, это у нас будут вот эти шесть бутылок. Тоже будет шесть выстрелов. И кто больше бутылок собьет, тот красавчик. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ух ты. А чего она так высоко летит? Ты началась? Можем потом поменяться. Да, поменяемся потом. Псет. Еще, конечно, от пистолета может зависеть, потому что, возможно, у него уточнее. Ты к пистолетам в лицо. Вытащил. Еще раз. Тут я всадил, короче, наверное, три-четыре патрона просто куда-то в никуда. Вроде целишься, а они летят куда-то в жопу. Один. Два. Опять. Смотри, в эту попал. Три. Раз, два и, по-моему, три. Ну, или, по крайней мере, два точно. Мы это считать будем? Нет. Даже вот. Сколько? Раз, два, три. У нас же шесть целей, шесть выстрелов. Надо каждую цель поразить. Да, каждую цель. То есть эти три попадания. Давай посмотрим у меня. Вот это раз. Рядом прям. Да, да, да. И все. И все, да, получается. Блин, опять игре выиграл. Ну что, переходим сейчас к статике на брусьях. Блин, максимум 20 секунд получается продержать. Это очень сложно. Старайтесь на максимум делать. Четыре подхода тоже. Ну что, друзья, теперь переходим к прокачке поясницы. Это гиперэкстензия. Первый подход со своим весом. Потом пять подходов с дополнительным весом. Где-то на 12 повторений. Погнали. Друзья, забыл я вам показать растяжку. Обязательно разминайте поясницу перед тем, как начинаете делать гиперэкстензию, потому что можно сорвать спину, особенно если делаете с дополнительным весом. Делайте растяжку поясницы. Ну а сейчас переходим к гиперэкстензии с весом. Погнали. Сейчас с автоматом то же самое было? Можно, да, то же самое. Ты прям сейчас уже сжарить собрался? Да. Давай. Давай. Погнали. Спасибо. ну а что сейчас проверим кто из нас самый меткий автоматчик так игорек одно попадание два попадания но это можно засчитать в принципе 3 у меня 1 2 3 2 3 ничья в этот раз ничья друзья если у вас нет такого бревна как у нас для гиперэкстензии возьмите свою девушку короче сейчас я вам покажу как на брусь их сделать погнали такая же тема на самом деле гораздо удобнее чем-то правда яйцем больного и теперь последняя стадия прокачки поясницы это у нас просто гиперэкстензия в статике мы берем вес и просто висим в гиперэкстензии тем самым напрягая поясницу и тем самым самым стимулируя наши поясничные мышцы друзья сейчас пойду на баскетбол приеду ехал мой давний старый друг вот здание он здание живет он баскетболист если хотите чтоб я его уничтожил что-нибудь с баскетболом связанное там сделаем короче так он кидать не смог прыгать не смог ничего делать не смог напишите об этом в комментариях игорек это вот которого ушатали сейчас 1 2 3 Я просто не настолько опытный, как Игорек в этом, поэтому, блин, я запарился. Ну вот, Игорюха сбил три банки, я одну, получается. Ну второй раунд будет сейчас. Да они не летят, походу. Блин, мне без прицела гораздо проще, братан. Я даже сейчас не цел. Я понял, короче, надо без прицела херачить, потому что с прицелом там ничего не видно, куда пульки летят, а так ты видишь. Блин, я понял, как Игорек меня выиграл, он без прицела фигарил просто. Давай мастер-класс. Красава, красава уработал. Все, друзья, ставьте лайкос этому видосику, если вам понравилось, если вы хотите, чтобы мы пошли шмалять с настоящего ствола, то тоже ставьте лайкосик, пишите об этом в комментах. Игорек надыбает настоящий ствол, и мы пойдем мочить оленей всяких хейтеров. Пока.